Осень 2022 года должна запомниться гражданам России как сезон сброшенных масок. Ведущие путинские пропагандисты вдруг стали прямо называть войну войной, хотя еще совсем недавно подобное преследовалось в судебном порядке. После того, как табу на само слово «война» было снято, пропаганда от лицемерного человеколюбия перешла к простой формуле «на войне все средства хороши». Давно уже не идет речи о высокоточных ударах умными боеприпасами. Теми, которые способны еще в полете установить политические взгляды своей цели, чтобы поражать исключительно нацистов и не портить жизнь простым украинцам. Российская пропаганда больше не говорит о том, что любые трагичные эксцессы – это следствие того, что украинцы, дескать, обстреливают сами себя. Помните, ведь был такой дискурс долгое время? Сейчас пропагандисты говорят громко и четко. Да, мы разносим гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы оставить украинцев зимой без света, воды и тепла. Да, при этом гибнут мирные жители – это так называемый сопутствующий ущерб. Мы, говорят они, не только обстреливаем города, но еще и считаем, что это хорошо. Новую методичку отрабатывают все сорта пропаганды. И Владимир Соловьев, который может часами шпарить прямо из головы. И Дмитрий Киселев, у которого что-то вроде авторской программы с проработанным сценарием. И диктор Валерия Кораблева, чья работа, все что угодно, зачитывается одинаково веселой улыбкой. Посмотрите, это, наверное, самая жуткая часть этих всех сюжетов. Посмотрите. Киев может остаться без отопления до самой весны. Такой сценарий не исключил мэр города Виталий Кличко. Говорит, если при минусовой температуре в течение суток не будет тепла, придется сливать воду из городской системы, чтобы ее не повредить. Он призвал жителей готовиться и уточнил, пункты обогрева в этом случае не панацея и не спасут людей. Радость-то какая! Освободили Киев от отопления. Все, сброшены все благородные одежды. А российская армия больше не проводит спецоперацию против нацистов и наркоманов. Она ведет войну против украинского народа. Правда, обнажив себя почти целиком, российский официоз еще как-то все-таки пытается прикрыться последними фиговыми листочками. Дескать, а что, разве американцы не бомбили в 99-м году Югославию? Разве они не бомбили Ирак и Ливию? Ну бомбили же, значит и нам можно. Шиш, пора и нам поговорить о том, чего и кому можно, а чего и кому нельзя. Мы как-то уже обращали внимание на интересную наградную практику. Тем, кто больше всего сеет ненависть, в нашей стране принято вручать орден дружбы. Такой орден есть и у Соловьева, и у Киселева, и у Симоньян, и еще много у кого. Но вот по-хорошему стоило бы всех этих товарищей, а заодно и всю нашу политическую верхушку, перед самой отправкой в суд, наградить совсем другой регалией. Почетным значком «Юный селекционер». Потому что так скрещивать ужа и ежа, как это делают они, не умеет больше никто. Вот пропагандистское клише номер один. Соединенные Штаты Америки – это царство зла. Американцы всюду сеют хаос и смерть. Согласно последним данным, они еще и служат сатане. А вот пропагандистское клише номер два, которое те же самые люди говорят. Российская страна действует в Украине так же, как Соединенные Штаты действовали в Югославии. Раз так, то отстаньте от нас. Мы все делаем правильно. Просто следите за руками. В 99-м году американские самолеты и крылатые ракеты уничтожали сербскую гражданскую инфраструктуру. Официальная Москва однозначно осуждает эти удары. Уже в ходе нынешней войны Владимир Путин неоднократно вспоминал эти события четвертьвековой давности, да с таким негодованием, будто они произошли буквально вчера. Надо сказать, тут с Путиным можно и согласиться. События действительно, мягко говоря, так себе. Но, однако, сейчас российская армия выносит критическую инфраструктуру жизнеобеспечения в Украине. И, видите ли, наша армия все делает правильно. А почему это правильно? А потому что это боевые действия по американским стандартам. Но как одно согласуется с другим? Что они там служители сатаны и исчадия ада, а мы по их стандартам ведем боевые действия, значит, все нормально. Ну, так же, как уж с ежом, видимо. Если есть в Российской Федерации люди, которые каждое утро напевают «Боже, благослови Америку», то это люди из путинской вертикали власти и их информационная обслуга. Для них Соединенные Штаты — это альфа и омега, философский инь и янь. Вы только посмотрите, какая удобная диалектика. Всякий раз, когда либералы, вроде меня, говорят о том, что неплохо бы позаимствовать у Соединенных Штатов какие-то хорошие вещи, например, состязательный суд, свободу предпринимательства, право критиковать любые решения своего правительства, так в этом случае мы получаем однозначный ответ. Даже не думайте смотреть в сторону Америки. Вы что? Это же дьявольская империя гомосатанистов. Но стоит только либералу заявить, что абсолютно антиконституционных законов об иностранных агентах в России быть не должно, что России не следует развязывать войну в центре Европы. Тогда и пропаганда, и сам президент переобуваются прямо на лету. Как это не должно? Как это не следует войну? В США же есть такой закон об иноагентах. США же вторгаются в другие страны. А Америка — это вам не хохры-мохры. Это сияющий град на холме. Катаясь на этих качелях шизофрении, российский официоз как будто еще ехидны подвигивает. Ну что, придурки либеротные, вы же хотели, как в Америке? Вот и получите. Любому нормальному человеку не нравится, когда издеваются над ним и над его родной страной. Вместо того, чтобы отработать то время, что определено Конституцией, а затем на почетные пенсии пойти прорабатывать накопившиеся психологические проблемы со специалистом, вместо этого Владимир Путин и его комарилья взяли за манеру отыгрываться на простых гражданах. На российских, а затем еще и на украинских. Россиян полицейские избивают на улицах и истязают в отделениях. Зато вот в Америке полисмены вообще чуть что открывают огонь на поражение. Если это и так, вообще-то это не так, но даже допустим, что это было бы и так. С каких пор судьба американцев волнует нас больше, чем судьба россиян? Вы же сами только что рассказывали, что американцы сплошь одни извращенцы и сатанисты. Ну и черт бы тогда с ними. Обращались бы там друг с другом как хотят. Нам-то важнее, чтобы наши граждане не страдали. Репрессивные антиконституционные законы не дают работать в России российским журналистам, российским правозащитникам, российским общественным деятелям. Их признают иностранными агентами и таким образом закрывают российские благотворительные организации, например. В том числе те, которые до недавнего времени помогали российским гражданам с диабетом, ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями. Зато вот в Америке тоже есть закон об иноагентах, да еще и более строгий, чем наш. И это, конечно, прямая неправда. Американский Foreign Agents Registration Act и близко не настолько суровый, не настолько репрессивный, как путинские законы об иноагентах. Но это вообще-то и не так важно. Ибо саратовчанину с сахарным диабетом никакие рассуждения о строгости американских законов не заменит инсулин. Много лет путинская Россия вела решительную борьбу против Соединенных Штатов Америки. В ходе нее, разумеется, ни один американец не пострадал. Зато пострадали миллионы российских граждан. И пока эта борьба против Америки оставалась внутри российских коронец, путинский режим мог транслировать на Запад простую мысль. Мы хоть и людоеды, но мы своего людоедства никому не навязываем. Людоедствуем мы внутри собственного государства. И оставьте от нас покоя. А вот вы, напротив, бомбили Югославию, бомбили Ирак, бомбили Ливию. В 2015 году Путин даже мог себе позволить выступить с трибуны ООН с позиции морального превосходства. Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о чем говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали давно. И люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни, были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа. А права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? И самое интересное, что у Владимира Путина даже были основания так говорить. Соединенные Штаты Америки действительно сотворили много страшных вещей. Было преступлением бомбить Белград и другие сербские города. Ничем нельзя оправдать то, что американская армия при этом использовала боеприпасы с обедненным ураном. От этого сербы страдают до сих пор. Преступными ошибками были вторжение в Ирак и вмешательство в гражданский конфликт в Ливии. Это все так. Но и с 2022 года ситуация смотрится уже совсем под другим углом. Оказывается, путинская Россия никогда не хотела хоть в чем-то быть лучше Америки. И Путин никакой не моралист. Он не предлагал миру никакой разумной альтернативы. Мол, не будем вторгаться в другие страны, например. Он просто завидовал американской безнаказанности. Путин как Бивис и Батхет. У себя дома развел гадюшник, а предел мечтаний – вести себя как хулиган тот, которому все сходит с рук. Только путинская Россия – это не Америка. Да, Америка ударила по Югославии, Ираку и Ливии. Это очень плохо, что Соединенные Штаты позволяли себе реализовывать право сильного. Так быть не должно. Но путинская Россия – это другая история. Нелепым образом право сильного пыталось реализовать слабое государство. Путинская Россия, изъеденная изнутри коррупции, нищетой и бесправием, не ударила по Украине, а ударилась об Украину. Ударилась так сильно, что нам еще многие годы придется собирать свою страну заново. Будь путинская Россия сильна, как Америка, ей и тогда бы не стоило тратить свою силу на то, чтобы убивать людей. Уж тем более тогда бы не стоило. Зачем вообще убивать украинцев? Неделю назад в селе Новосоленом под Запорожьем Мария Каменецкая похоронила своего сына Сережу, которого убила российская ракета. Сереже было всего два дня от роду. Что можно сказать молодой матери, которая хоронит своего новорожденного ребенка? Что она не одна такая? Что американцы в 99-м бомбили Белград? Это сделала не американская армия. Это сделали вооруженные силы Российской Федерации. И сделали они это от нашего с вами россиян имени. Мы не можем брать на себя ответственность за весь мир и за все страны на планете. Да, некоторые государства действительно нарушают международное право и совершают ужасные вещи. Но наша ответственность сделать так, чтобы больше никогда убийства не совершались от имени нашей Родины. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин